МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие севастопольцы! Ну, наш разговор мы можем начать практически с любого вопроса. Наверное, сейчас самый актуальный вопрос для Балаклавы в целом – это как идет разработка концепции развития Балаклавы как международного центра Яхтиной Марины. Такую задачу еще определил президент в свое время. Да, это было на госсовете в Херчи. Президент поставил задачу разработать концепцию. На сегодняшний день правительство занято этим вопросом, и эта концепция обсуждается и на всех уровнях, в том числе, насколько я знаю, было представлено и в Москву. Но, во всяком случае, совещания на эту тему проходят регулярно. Ну, не только совещания, но и некоторые вопросы практически мы уже видим, ощущаем на себе. Не всем они нравятся, я сразу могу заметить. Это вопрос касается настрадального транспорта. Потому что, ну, не секрет, что Балаклава, особенно летом, – это транспортный клапс. Все едут, все хотят на машинах стоять, чуть ли не на море. – Да, на набережной, по крайней мере, точно. – Да, Балаклава, она маленькая, места мало. И местные жители, не в основном, а именно местные жители и страдают от этого вопроса. На сегодняшний день было принято решение о том, что на площади 1 мая будет парковка платная. Это правильное решение, абсолютно правильное. Потому что все равно едут, и едут непростые. Поэтому надо поступать, как в Москве. Хотите стоять в центре города – платите за это в бюджет. Не хотите – ставьте на перехватывающие парковки. Вопрос с перехватывающими парковками тоже решен, места определены. Тоже сейчас идет работа, а уже обустройство. Это на территории, одна из них будет на территории бывшего кирпичного завода. Там достаточно места, там можно полбалаклава поставить. Вот, поэтому сейчас какое состояние. Поставлены паркоматы, они сейчас тестируются. То есть уже когда работают экипажи ГАИ и эвакуаторы, на площади порядок. И автобусы разворачиваются нормально, и жители не бегают перед машинами, боясь, чтобы их задавили. Но, к сожалению, как только уехали экипажи ГАИ, начинается все сначала. Но, насколько меня заверила фирма, которая этим занимается, будут специальные машины, специальные люди, которые будут следить за тем, как и кто где стоит. И потом это все гаторофируется, идет на сервер, и после этого приходят письма счастья, так называемые. То есть все как в Москве. Кроме того, немножко сейчас, конечно, сложности для балаклации есть. Это о том, что поставили знак на Мраморный пляж, на западную сторону. Но это временно. Будет определен список машин, которые могут проезжать. Но это на улицу Мраморного. Да, на улицу Таврическую, на набережную Таврическую, да. Будут определены, конечно, какие машины, куда проезжают. Потому что там есть и музеи, там есть рестораны, там, в конце концов, ялики стоят у людей. Там есть пляж. Ну, пляж, как правило, люди пешком туда ходили, так и ходят. Сейчас там бегают электромобильщики, возят людей. Но это тоже не выход с положением, потому что цены у них, конечно. Мы посмотрели. К сожалению, вы не можете влиять на цены. Я напоминаю, в эфире программы «Решаем сообщи». Это прямой эфир. 54-89-55, наш телефон. Евгений Альбертович Бабушкин, глава муниципалитета Балаклавского района. Пожалуйста, мы слушаем ваши звонки. Возьмите трубочку. Доброе утро, Евгений Альбертович. Доброе утро. Наконец-то Балаклава. И давно хотелось задать вопрос в эфире Балаклавскому руководству. В муниципалитете Балаклавы достаточно много сельских образований, поселков. И вот вопрос, может быть, даже несколько вопросов об этом, о них, о развитии этих поселков. Это газификация, это водоснабжение, это медицина и дороги, то есть доступность. Какие перспективы и, если можно, какие сроки, так сказать, нормализации всех вот этих вот аспектов? Спасибо. Спасибо большое вам за вопрос. Спасибо. Начнем с поселков. Как ни странно, мне казалось, про Балаклаву начнутся вопросы. Ну, а это и есть Балаклава, потому что тоже многие жители обижаются, говорят, что Балаклава – это не только улица Крестовская, улица Новикова. Это еще 11 поселков и сел, которые расположены в муниципалитете. Де-факто их 13, но… Орлиновский отдельно. Орлиновский, Терновка, Инкерман – это отдельно. Значит, начнем по порядку, по газификации. На сегодняшний день в плане газификации, значит, по федеральной целевой программе идет подготовка и разработка технической документации, насколько я знаю. И у нас, как только она будет готова и будет проведена работа, то практически вся Балаклава имеет муниципалитет в общей вместе с селами, которые сейчас не газифицированы, будет газифицирована. До этого, пока это не будет закольцовано, говорить о газификации рано. Но это вот в ближайшее время, это вот в этот год следующий. Дальше, что касается по медицине, вот мы сегодня как раз… Мне очень близка эта тема. Да, сегодня мы… недавно мы открыли в Кельницком ФАП. Сейчас, сегодня мы открываем ФАП на 10-м километре. ФАП – это что такое? Фершерский пункт. ФАП – то есть того, чего у нас все эти годы при прежнем режиме практически не было. ФАП – по 10-м километре. ФАП – вот если в Балаклавово заезжать, и такое ярко-ранжевое здание. Мы там провели порядок территорию, благоустроили, последнюю неделю занимались. ФАП – оборудование. ФАП – оборудование, это все занимается город. ФАП – то есть они открыли, они… ФАП – департамент здравоохранения. ФАП – департамент здравоохранения, да. ФАП – поэтому… ФАП – сегодня открываете? ФАП – сегодня 12 часов открывания, ждать, чтобы на открытии будет губернатор. ФАП – спасибо большое. ФАП – вот, и по воде. ФАП – по воде вопрос особенно проблемный у нас на сахарной головке. ФАП – потому что верхний и нижний поселок, значит, на одном рвет трубы от напора, на другом еле вода капает. ФАП – это вопрос поднимался еще с украинских ребёнок. ФАП – там неправильно было сделано. ФАП – на сегодняшний день, насколько я знаю, дано поручение о разработке технической документации, чтобы избежать этих перекосов. ФАП – это программа «Решаем сообща». Пожалуйста, звоните. ФАП – 54-89-55. ФАП – Евгений Альбертович Бабушкин сегодня у нас в эфире. ФАП – можете звонить также в редакцию. ФАП – 54-48-62. ФАП – Наталья Александровна Григорьева там тоже принимает ваши звонки. ФАП – мы продолжаем работу в эфире. ФАП – слушаем вас. ФАП – говорите. ФАП – Евгений Альбертович, доброе утро. ФАП – Доброе утро. ФАП – Значит, у нас вот такие насущные проблемы. ФАП – существует так называемая разливайка спиртных напитков в комбинате. ФАП – она существует вместе с детской спортивной площадкой. ФАП – и вместе там еще и футбольная площадка. ФАП – это невозможно. ФАП – у нас очень плохие дороги. ФАП – еще один вопрос. ФАП – просто убойные. ФАП – можно ехать только тем, кто знает эти дороги. ФАП – еще вопрос. ФАП – домовые территории не обслуживаются, нет дорожек. ФАП – ямы, трава по пояс. ФАП – и последнее, транспорт у нас в нашем районе только до 20-30. ФАП – общественный транспорт. ФАП – и что делать молодежи и вообще жителям нашего района. ФАП – какой район? ФАП – вы уточните, пожалуйста. ФАП – понятно, спасибо. ФАП – я не поняла, как вы о том говорили. ФАП – вы поняли? ФАП – я знаю, о чем речь. ФАП – значит, буквально несколько дней назад мы открывали, губернатор пришел на открытие спортивных площадок. ФАП – одна из них, хорошая, современная площадка, была открыта на спортивном комплексе, на кабинете, на Кадыковском кабинете, так называемый. ФАП – рядом с этой площадкой уже существует, ну, правильно сказала женщина, наливайка. ФАП – в простонародье называется Чечня. ФАП – а как, вы не можете ее закрыть? ФАП – мы ее закрывали с украинских регионов, это частная собственность. ФАП – был губернатор, подошел, к нему же люди этот вопрос задали. ФАП – он сказал, что просмотреть законность нахождения, дал поручение, законность нахождения этого объекта, и потом готовить решение. ФАП – значит, на сегодняшний день сейчас мы это поручение выполняем, постараемся приложить все для того, чтобы этот очаг, конечно, закрыть, потому что жалобы идут на нее постоянно, тем более там прекрасное поле, будут дети и взрослые играть, и через 10 метров, ну, не хочу в эфире говорить, кого мы там увидим, знаем эту проблему. ФАП – по поводу дорог. На сегодняшний день часть дорог запланирована для ремонта в этом году, и часть именно в комбинате на следующий год. Все, что от нас требовалось, информацию, которую необходимо подать, мы подали давно уже. Насколько я знаю, по дороге часть торгов прошло, и это будет решаться в этом году. ФАП – те, которые согласовали нам, ну, не внутридомовые, а междуквартальные, значит, у нас тоже есть свои средства, которые нам выделили для этого. Нам тоже согласовали часть дорог, которые можем ремонтировать мы, чтобы, за собственные деньги. ФАП – и последний вопрос там еще был о придомовых территориях. ФАП – А трава по пояс? ФАП – Да, ну, там не по пояс трава, но там проблемы есть именно на придомовых территориях, потому что это зона обслуживания управляющей компании. ФАП – Я по этому поводу сегодня директору управляющей компании вопрос поставлю, чтобы мы постоянно… ФАП – Это касается только вот комбината, да? ФАП – Нет, не только. Придомовые территории, они везде одинаковые, их везде нужно убирать. ФАП – То, что, допустим, мы косим, это один вопрос, а то, что делает управляющая компания, это ее прерогатива, поэтому напрямую влиять на нее… ФАП – Она не моя. Хотя бы ставили этот вопрос, чтобы управляющей компанией перейти под юридическим муниципалитетом, тогда проще решать будет. ФАП – Но, тем не менее, я вопрос понял, я вопрос поставлю для того, чтобы ситуацию изменить. ФАП – Евгений Альбертович Бабушкин у нас в эфире. Слушай. ФАП – Здравствуйте, уважаемая Светлана Алексеевна, Евгений Альбертович. Меня зовут Лариса, я живу на улице Профсоюзной. ФАП – Ну, мне, во-первых, хотелось бы сказать, что с приходом в Рио губернатора Дмитрия Овсяникова в городе многое стало меняться в лучшую сторону. ФАП – Ремонтируется много дорог, в частности, в Балаклаве. В Балаклаве также идет полным ходом ремонт нашей поликлиники. Это тоже очень немаловажно, потому что, наверное, за 60 лет своего условия, наверное, первый раз вот такой капитальный ремонт. ФАП – Да, это немножко неудобно нашим балаклавцам. Ну, пока. Ну, мы думаем, что в будущем, конечно, это будет очень здорово. ФАП – Ну, я хотела бы к вам по такому вопросу обратиться. На западной стороне, в Балаклавском районе, сделали очень хороший ремонт дороги, ведущий вот именно к музею. ФАП – Ну, а про Бордюр, увы, забыли. И теперь люди, которые идут на пляж или с пляжа, или просто люди, которые идут погулять на западную сторону, им просто приходится лазировать между машинами. ФАП – А так как дорога очень хорошая, машины просто летают там теперь. Понимаете? И вот идешь туда, и просто вот боишься, что на тебя сзади наедут. ФАП – Да, там поставили знак, ограничивающий движение, но ничего не изменилось. Вот как ездили эти машины, так и ездят эти машины. ФАП – Ладно, мы не против того, чтобы они там ездили. Может быть, и зря этот знак поставили там. Но Бордюр сделать нормальный можно было бы. ФАП – И вот поставили вдоль улицы Новикова железные решетки, ограждения. Ну, почему на западную сторону? Это у нас такая же полноценная, как и восточная сторона. ФАП – Спасибо. ФАП – Вот хотелось бы услышать ответ на вопрос. ФАП – Спасибо, спасибо. ФАП – Ну, и тут очень много было тюльпоминаний. ФАП – Ну, и тут очень много было тюльпанов красивых цветов. Весной сейчас вот клумбы как-то вот пустые, особенно в парке. Смотрите, там очень красивая клумба была, сейчас мимо нее проходишь. Ну, в общем, цветов нет. ФАП – А тем не менее, очень много травы в этом году. Ну, вот как никогда. Вот трава вот не покошена ни на улице мира. Вот я хотела бы услышать ответы на мои вопросы. ФАП – Спасибо. ФАП – Спасибо. ФАП – Спасибо большое, Залис. ФАП – Ну, что касается дороги. ФАП – Дорогу делал, ну, делает город этот. И почему не было предусмотрено, я сказать не могу. Единственное, что могу сказать, что на сегодняшний, в этом году предусмотрено продолжение ремонта. От музея до мраморного пляжа. ФАП – Как это будет сделано, я пока не знаю, потому что я не видел ни документации, ничего. ФАП – Ну, машины просто летают, говорит, говорит. ФАП – Да, что касается машин, не Соласин. ФАП – Не сбавляя скорости мчаться по этой дороге. ФАП – Знак ограничивать движение там надо. Да, нужно предлагать парковки, которые перехватывающие будут, но ограничивать движение надо. Потому что были случаи, когда с мраморного пляжа не могла машина вывезти мусор, катейнера. ФАП – Потому что невозможно было проехать. Да, там узкая дорога, понимаю. Но вот возвращаясь к тому, что было подписано и дано соглашение с водоуправлением о том, что будет рекреация, и они уходят, убирают дробильную фабрику над бухтой, то там будет в течение нескольких лет высвобождено достаточно много места за счет их объектов. ФАП – Там очень большие участки. И я так понимаю, что по концепции развития там предусмотрены и стоянки, и пешеходные переходы, и тротуары, и так далее. ФАП – Как это будет сделано? Надеюсь, нормально. ФАП – Что касается по клубам. Почему, когда отцвели весенние цветы тюльпаны, мы не сразу посадили летники? Потому что вот только две недели назад прошли торги, и выиграла та фирма, которая уже закупила рассаду. ФАП – И мы сейчас посадим летники на этой клубе. Понятно, что поздновато, на полтора месяца, но мы… ФАП – А кто торги проводил? ФАП – Мы проводили, в муниципалитет. ФАП – Вот. Но, к сожалению, закон 44-й, есть определенные сроки, и перепрыгнуть эти сроки я не могу. ФАП – Нам только фактически с 1 апреля получены эти полномочия по вот этим всем вопросам, по ЖКХ. ФАП – Поэтому просто время. ФАП – На следующий сезон будет стабильно, на следующий сезон будет все планово. И летники, и зимники, вернее, и весенники высажены. ФАП – Вообще, вот, Волоклава – цветущий уголок, очень много зелени, много цветов. ФАП – Да, я вам больше скажу. Сейчас у нас образовалась экономия по зеленым насаждениям, и сейчас будут новые торги на эту экономию. ФАП – Мы хотим несколько новых, ну, парков назвать трудно, потому что место, где вот будут места отдыха людей, сделать. ФАП – Потому что фактически в Волоклаве один парк, более-менее, который, ну, можно назвать парком, да. ФАП – По поводу травы, да, она в этом году растет как не у себя. ФАП – Ну, дожди, постоянно косят, ну, просто неуспеваемо, да. ФАП – Тут объективные сложности, есть косят, не успели перейти с одного места на другое, уже там выросло. ФАП – Поэтому тут, к сожалению, приходится принимать. ФАП – Но ситуация под контролем. ФАП – Да, принимать на себя эти замечания. ФАП – Вы смотрите и слушаете программу «Решаем сообщ». ФАП – Пожалуйста, телефоны 54-89-55, это прямая линия нашей студии, или в редакцию 54-48-62, мы вас слушаем. ФАП – Доброе утро, Евгений Анатольевич, очень приятно, что в последнее время активизировалась спортивная жизнь именно в Волоклаве. ФАП – И знаю, что вы курировали восточные боевые единоборства. ФАП – Сейчас руководство Балаклавы помогает молодежи и в волейболе. ФАП – Но у нас есть несколько балаклавцев, которыми гордится и район, и город. ФАП – Это Дмитрий Фомин, участник Олимпийских игр, капитан сборной команды России. ФАП – Хотелось бы, чтобы в честь его какие-то соревнования проходили не просто олимпийцев, а именно балаклавского спортсмена и его тренера Анатолия Подольского. ФАП – И у нас проблема еще с Владимиром Науменко, это один из лучших футболистов за всю историю футбола Севастополя. ФАП – Он наконец-то получил паспорт, спасибо. ФАП – А вот никак теперь не может прописаться, и пенсия ему, конечно, нужна. ФАП – И Митя, вот как-то нужно помочь. ФАП – И, конечно, главное – стадион «Горняк» в Балаклаве. ФАП – Это место, где собирались не только спортсмены, но и дети, мамы с колясочками гуляли. ФАП – Всегда было много болельщиков. ФАП – Рады вас видеть всегда на соревнованиях, и спасибо за отношение, активное, серьезное отношение к балаклавскому спорту. ФАП – Спасибо большое, Владимир Владимирович, спасибо вам. ФАП – Да, вопрос о «Горняке», он остро стоит. ФАП – Но я могу доложить, что несколько дней назад, буквально в той неделе, было принято решение, что велобаза, где проживают люди на «Горняке», она передается от родоуправления к городу, и люди будут расследовать, потому что без этого вопроса с «Горняком» были бы проблемы. Значит, готовится, и в этом году, надеюсь, ну, по плану, во всяком случае, будет подготовлена документация ПИР по поводу «Горняка», и с следующего года, насколько я знаю, он будет реконструироваться, потому что деньги по федеральной целовой программе выделены. Конечно, мы ждем с нетерпением, когда «Горняк» станет, займет должное место, да, у нас в «Валаклаве». Что касается спорта, горечко говорить, но внимание к «Валаклаве» на сегодняшний день в этом плане достаточно хорошая со стороны правительства, потому что и площадки мы открыли, и деспортивные, и сейчас еще будут открываться. То есть за все годы, которые я давно здесь, я такого не помню. Обычно то ли депутаты, то ли кандидаты куда-то там за свои деньги делают какие-то площадки. Сейчас это идет средоправильно, по разным программам. Вот. По поводу людей, которых назвали, значит, по прописке, ну, я думаю, если какие-то вопросы есть, то человек подойдет ко мне, да. И я думаю, что... Когда у вас приемные дни? Когда придет, тогда придет. У меня есть приемные дни, но фактически... Каждый день, да? Они приходят, я не отказываю. Вот. И я думаю, что этот вопрос решим. Теперь по футболу. С учетом того, что у нас в «Валаклаве» очень много людей, которые любят вид спорта, то на следующий год мы приняли решение сделать чемпионат и кубок «Балаклавы». Это первый раз или когда-то было? Это будет первый раз. Не было. Не было. В случае при мне не было. Вот. Это будет в тесном сотрудничество с нашей спортивной школой, которая... без нее мы не можем. Сейчас готовятся необходимые документы, необходимые условия. Идут переговоры со спонсорами, потому что это дело затратное. И мы хотим это сделать для начала в «Валаклаве», а потом сделать открытым. Как Бог даст, если все будет хорошо. И готовится переходной кубок. Энтузиасты его нарисовали. Мы отдали специалисту. Не буду сейчас говорить, какой. Они посмотрят, дадут свои замечания. И мы сделаем переходной кубок, вот как кубок УФА. Выиграли, год постоял, передали другого. Потому что, ну, на уровне того бюджета, который мне выделяется на спортивном мероприятии, конечно, не могу сказать, что он очень большой. Но мы стараемся его растянуть и помочь не только мероприятиям, которые проходят в спортивной школе, но и по нашим селам. Потому что могу сказать, что «Валаклава-центр» – это, конечно, лучше и больше приспособлено для этого. А вот по селам, да, есть вопросы. И опять же, поэтому мы стараемся больше туда какие-то помощи оказывать. Мы продолжаем работу в эфире. Я напоминаю, 54, 89, 55. Евгений Альбертович Бабушкин отвечает на ваши вопросы. Говорите. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий Евгений Альбертович. Евгений Альбертович, я знаю, что вы, я звонил с Качи, Нахимовский район, я знаю, что вы не наш руководитель, но имея столько много образования, в том числе и юридическое, я хотел бы вам обратиться по общему вопросу. Вот тут мы получаем платежки все, да, и здесь в одном из платежки одно графе написано – содержание жилого помещения. Я вам обращаю внимание именно на это предложение – содержание жилого помещения, не общего, так сказать, домового, а жилого. И каждый месяц мы платим, вот в частности я за трехкомнатную квартиру 750 рублей выбрасываю. Однако мы никакого к жилому помещению дела не имеют. Мы все сами делаем, и ремонт, и подъезды ремонт делаем, складываемся. Как вы можете пояснить, как юрист? Спасибо. Вопрос. Как юрист? Ну, значит, я вам что могу сказать. В платежках, которые выставляются за оплату коммунальных услуг и корплаты, там должны стоять платы за те услуги, которые оказываются. Реально. С учетом того, что наши управляющие компании зачастую хитрят и выставляют, считают за то, что не делается. Но это смелое заявление. Нет, не смелое заявление. У меня были жалобы по моему муниципалитету. Кто хотел спросить, кто не обращается? Да, многие обращаются, что, допустим, дворовая территория не убирается, а выставляется за них счета. Или там еще какие-то вопросы. Всякое бывает. Но по этому, по конкретному вопросу, я бы посоветовал официально дать запрос управляющей компанией с просьбой разъяснить, что это такое. Потому что на словах, ну... А если они ответят? Пусть письменно окажут, да? Ответят письменно, только письменно. Только письменно. Месяц дается на то, чтобы ответить на обращение граждан по закону. Если они не отвечают или срок задерживают, значит, жалобы в прокуратуру. Прокуратура очень любит такие вещи, когда нарушается закон о обращении граждан. Поверьте мне, сам грешно иногда были такие моменты, ну... Разбираются быстро. Да, большие любители, потому что за это легче всего проверить. И тогда, когда будет письменный ответ, вот тогда можно принимать решение. Либо идти в суд и оспаривать, либо они сами поймут, что сделали не так. Либо, опять же, в прокуратуру. Другого пути нет. Еще вопрос, слушаем вас. Возьмите трубочку. Здравствуйте, Евгения Альбертовича, Светлана Алексеевна. У меня такой вопрос по... Вот, лето прекрасно длится, еще всего лишь один месяц, лето остался, август. Но, тем не менее, вопрос по катерам, которые доставляют нас, балаклавцев и севастопольцев, на прекрасные балаклавские пляжи. Они очень дорогие относительно стоимости для севастопольцев. Ну, и балаклавцев. Балаклава, это севастополь. Стоимость проезда 100 рублей и 200 рублей, в зависимости от того, на какой пляж доставляют. Это касается и большомерных вот этих вот катеров, и частных яликов. Повешены расценки. Да, есть два катера по 50 рублей, но они на 8 часов и на 11.30. То есть, совершенно маленький, ну, размах между катерами. То есть, приехал, окунулся и ушел. Вот. Я понимаю, что, видимо, это частные катера, но, тем не менее, каким-то образом вопрос надо решать по как-то зоне доступности местных жителей, да и приезжих наших гостей, на пляже прекрасной балаклавки. Спасибо. Спасибо. Кстати, балаклава, центр яхтиного туризма. Ну, надеюсь, что это будет. Будет? Центр яхтиного туризма. Вопрос правильно задан. У нас сейчас катера, которые большие ходят, да, они подняли на 50 рублей цены по сравнению с городом. Но они сами не советуются. Они не советуются. Советуются? Да, по сравнению с тем годом. Объясняю, почему. Поднимает цены порт на причалы. Мы предлагали, дайте нам этот причал собственного муниципалитета, мы его за наши деньги протестируем, введем в эксплуатацию. И я могу либо вообще не брать, либо брать меньшую сумму за то, что там оттуда отходят катера. Там четыре катера. Если посчитать, то это снижение достаточно неплохое было бы для жителей. С учетом, что, ну, пока этот вопрос не решается, значит, какой выход мы нашли. Единственное, я благодарен перевозчику за то, что он сохранил те льготы, которые были у нас в том году. Что касается по третьим двум катерам. Да. Мы договорились, что для балаклавцев до 50% меньше, но только вот 8% ушел, в 11% пришел. Вот. Потому что для всех остальных, пожалуйста, платите полностью, меня мало волнует. Приезжие там и все остальные. Меня волнует, чтобы было для балаклавцев. Да, может, это и немного, но то, что я реально могу, то, что мы достигли соглашения с перевозчиком. Относительно маленьких катеров, да, они еще дороже берут, я знаю, но тут мы вообще никак на них не влияем. Просто у них, они покупают патет, они сами выставляют ту цену, которую они считают нужной. А что касается пляжей, они все в частной собственности? Нет, не в частной. Нет, нет, у нас фактически это пляж, так как таковых нет, то есть зоны отдыха, как они называются. Значит, городской пляж по простонародию Лягушка и Мраморный, он находится в черте балаклавы, там проще. Ближний золотой это по левой стороне и Яшвовый Василий по правой стороне. Значит, с золотым, там сейчас проблемы возникают, насколько я знаю, печа докладывали, там шторм снес причал. И порт, мотивируя тем, что до сезона осталось чуть-чуть, не очень хотят этот причал делать. И поэтому нам, чтобы перевозчик с портом, идут переговоры. Как еще будет дальше? Большой катер не может на золотой подходить без причала, разобьет он. Вот. У каждого пляжа есть оператор, который выиграл на тендере, город проводил тендер. И там содержит порядок. Да, там содержит порядок. Ну вот были большие вопросы по Мраморовым пляжам, пока там шли организационные моменты. Сейчас уже вопрос сдвинулся в лучшую сторону, там реально люди и убирают, и мусор выносят, и что-то строят, ну, пытаются что-то сделать. По лягушке в том числе также. По Яшвовому пляжу проблем почти нет. Вот. По золотому я сказал, по серебряному, по ближнему пляжу, там бывает вопрос с нележащим вывозом ТБО. Ну, как и везде, к сожалению. Ну, как вы оцениваете, сезон благополучно проходит, курортно? Смотря для кого. Ну, вот для муниципалитета. Приезжих много, пополняется бюджет. Не пополняется. Не пополняется. Не пополняется. Я вам сейчас скажу страшную вещь, что мне чем меньше людей, тем лучше, потому что от них толку, кроме мусора, грязи, проблем, транспорта, ничего нет. Бюджет практически, не практически вообще ничего не идет. Для тех, которые занимаются сферой туризма и обслуживания, этот сезон не очень хороший. Людей было мало. Вы видите, какая погода. Да и вода холодная. Вчера поехали, минус 9 водичкой. Сильно много не поплавали. Вот информация. Сегодня вода была клавием минус 9. Вчера, вчера. Ну, плюс 9, господи, минус 9. Это мы так, что минус ушло в минус. Да, плюс 9 градусов. Поэтому течение пошло, все. А вообще, для того, чтобы туризм проводил, приносил в казну доход, нужны условия определенные. Первое. Это транспортная система. И не имеют не только машины и постоянки, но и сам транспорт общественный. Менять нужно систему, что сейчас пытаются сделать. В правительстве. Да, парковки, ограничения движения. Это все должно быть сделано. Плюс нормальные условия. Чистота, порядок на улице, чтобы турист не дошел пылью. А чистые сооружения, естественно. Это просто. Без этого никаких марин говорить не приходится. Но, к счастью, в 2020 году обещали, что они у нас будут самые современные. Мы продолжаем работу в эфире. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Евгений Альбертович. Спасибо вам за разъяснение, что делается. Вообще, на самом деле, в Балаклаве есть, конечно, изменения очень хорошие. Прямо вот видно из-за улицы Крестовского. Спасибо вам большое. Вы знаете, два вопроса. Вот по очистным мы начали говорить все-таки на каком-то этапе. Вот говорили, говорили, а потом ничего не слышно. Будут ли они сделаны? Когда планируются работы? И по стадиону Горняк. Будут ли какие-то проводиться там ремонтные действия? Будут ли его восстанавливать? Спасибо вам большое. Ну, по Горняку, да, я повторю. В этом году про это следует документация. Насколько я знаю, она уже экспертизу проходит или даже прошла. Вот. И как только это все будет готово, одно будет, Горняк начнет реконструироваться. И тем более, я говорю, вопрос стоял о переселении девяти семей, которые там жили. Фактически незаконно. Потому что когда-то Рудоуправление дало место, но не оформило. Поэтому по Горняку вроде все в порядке. По очистным тоже. Это тема не затерялась. Но уже проект готов? Проект то ли готов, то ли на подходе. Потому что уже с Дашей с Золотой Балкой достигнут договоренности. Они выделяют участок специально для очистных сооружений. Потому что в результате постройки этих очистных сооружений получается три новых водоема, три новых пруда. Откуда воду будут брать на полив Золотой Балки. Почему так хорошо все сошлись интересы. Ну, нам обещают, что эти очистные будут как в Сколково, как в Сачах. То есть полностью современные, абсолютно по последнему слову техники. Мы очень на это надеемся. Евгений Альбертович, Золотая Балка готовится к фестивалю. Муниципалитет каким-то образом участвует в этом мероприятии? Нет, это вопрос на уровне города, Золотой Балки. Они сами определяют, когда, что, система безопасности и так далее. То есть в этом плане муниципалитет никакого отношения к этому мероприятию не имеет. Но тем не менее, это проходит в Волоклаве. Конечно, вы там обязательно будете... Ну, могу сказать, что по уровню того года они провели очень организованно. Спасибо. Еще вопрос. Слушаем вас. Доброе утро. Евгений Альбертович. Ну, вот, хотела бы задать вам такой вопрос и как юристу, и как руководителю. Вот наш город славный попал по безработице прямо на видное место, в кавычках. Вот какой процент Балаклава занимает в этом минусе? И вот на мой взгляд, но не только на мой, может быть, рановато город, еще как бы небольшой промежуток времени мы находимся в России, а проходим все те процедуры на некие мелкие работы, как тендеры. Вот, например, задавался вопрос там по озеленению. Вот пройдет тендер. Он занимает вот от апреля уже полгода. У нас есть совхоз декоративной культуры, есть люди, которые, ну, не только Балаклаву, весь город озеленяли. Вот насколько привлекаются наши местные вот на такие, как работа, пляжи. Зачем нам какие-то приезжие люди? Ведь в бюджет мы ничего не получаем, понимаете? И для людей вот ничего на этом пляже не делается. Ну, кроме как наставили НТО, прямо вот, я не знаю, например, вот в Амегии, так там как по тоннелю проходишь, и там масса работает, не предприниматели, без документов, никто это не проверяет. Вот, можно ли ставить такой вопрос в правительстве и просить правительство Российской Федерации, чтобы на, ну, хотя бы там пять лет на такие вот мелкие не загоняли вас там какой-то, 44-й закон по этим тендерам, чтобы с вами люди трудоустраивались. Понятно. Спасибо. Судьба, судьба Балаклавского Рудоуправления в этом контексте, нет? Нет, с Рудоуправлением здесь, слава Богу, все в порядке. То есть, это соглашение, подпишен договор с правительством, тут вроде идет все в порядке. Да, я в чем-то согласен с Дашей вопросом по поводу 44-го ФСЗ. Не всегда, особенно для муниципалитетов, там, где маленькие бюджеты, не всегда он на пользу, потому что там есть определенные сроки, которые перепрыгнуть нельзя, даже если сильно захочу, но нельзя. Что касается Дашьего совхоза Дираклотидов и Культур, ну, я вам скажу, у меня Зеленку выиграл местное предприятие, которое занимается Зеленкой, но парадокс, у нас сажатся стоят дороже, чем в Краснодаре, вот, как хотите понимать. Рассада. Рассада. Я бы тоже с удовольствием закупил бы у наших. Есть Терновки, есть завод захоз. А почему такая себестоимость? Я не знаю почему. Я не могу ответить на вопрос, почему. Конечно, я стараюсь привлекать местных, в том числе, в основном, балаклавских, к работе. Но не всегда это получается. Но пока вот с апреля месяца, могу сказать, что иногородних у меня не было. Либо севастопольские предприятия, ну, в основном, севастопольские предприятия. Потому что, ну, во-первых, есть кого спросить. И не надо гоняться по всем городам и ездям за теми, кто плохо работает. А в целом я согласен, что для муниципалитета можно было сделать какое-то дополнение к этому закону. Потому что ждать 45 суток конкурса, этих 45 суток кто-то должен убирать. Ну, вы ставили этот вопрос в правительство Севастополь. Ну, а что правительство, есть федеральный закон, надо выполнять. Надо выполнять. Наша передача подошла к концу, Евгений Альбертович. Вот так быстро летит время. Ну, как-то быстро очень, да. Очень быстро. У вас есть какие-то пожелания? У нас осталось 30 секунд для обращения. Ну, пожелание у меня одно. Я хочу, чтобы... Не то, что хочу. Я... Мечтай. Нет. И считаю, пока вот я нахожусь на своем месте, я хочу, чтобы балаклава хотя бы чуть-чуть стала чище, уютнее и приятнее для нахождения. Да, многие вопросы, которые я не могу решить, и которые решаются на другом уровне. Но во всяком случае, то, что зависит от местной власти, мы стараемся делать правильно. Большой палочки нет, к сожалению, чтобы за раз все это сделать. Но... Будем стремиться. Будем идти, да. Медленно, поступательно движение. Спасибо всем, кто к нам обратился. Я надеюсь, что Евгений Альбертович Бабушкин обязательно в рабочем порядке, да, рассмотрит вот эти ваши обращения, вопросы, и они будут решены. На передаче работала творческая группа радио и телевидения информационного канала «Севастополь». Звукорежиссер Александр Могилевский. Режиссер и оператор телевидения Игорь Петрушак. Редактор по телефону Елена Горбунова. Нам помогала Наталья Александровна Григорьева. Вела программу «Сердан Сполёва». До новых встреч в эфире. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова